Я вам говорю, реально, приготовьте, как я. Вот на хрена нам нужны? Торты эти, роллы эти, свечи от цветы, утром рыбы. Блин, что еще будем для счастья, да? Ну, мужикам, мы все-таки нахрен не нужны. Нам вот этого побольше. Вы каждый днем на тебя добавляете все больше и больше. Мы нежимся на команду, мы с силой наборываемся вперед. Нет, женщины тоже готовы очень вкусно. Женщины, пожалуйста, обращаю сейчас чисто к вам. Не ругайте нас, хвалите нас, любите нас. И все днется к вам двойным бедеранам. За вас, мои родители. Опачки, значит, братишки, сестрички. Нет, сегодня в основном братишки. Значит, готовил я целую поляну. Сейчас у нас с вами будет самый мужской стрим и мукбан. И все подряд, все вместе взятое. Расскажу я вам, пацаны, как сделать хорошие, сытные блюда себе на вечер. Чтобы так вот сесть вот одному. И чтобы душа вот радовалась. Цветы, это я приволок Катюхе. Вы, короче, тоже приволокиваете своим бабам хорошие букетики цветов. Потому что вот приволокли бабами цветков. И баба радуется. И все замечательно. Ну ладно, не об этом. Пока, значит, Катюха спит, я себе наготовил вкусняшек. Значит, что я наготовил и буду дальше рассказывать по ходу. Конечно же, я взял сегодня алкоголь. Но алкоголь у нас сегодня не пиво, не самогон никакой. А обыкновенный, этот, как он называет, типа отверки. Джентоник его. Нажарил, значит, я картофана. Картофана нажарил. Я сейчас расскажу, как его жарил в процессе. Значит, рыба жареная, речная. Две разновидности рыбы. Хлеб у меня такой подовый. Подовый, очень ароматный. С такими там зернами или еще чем-то. И салатом нарезал. Салатом я еще под ним перемешивал. Своеобразный такой, как напиток. Ну, такой, какой-то немножко такой, как бы спиртом каким-то дает. Химия, конечно, лучше пить пиво. Я картофан умею жарить. Сейчас я вам расскажу секрет. Тоже будете жарить и себе, и бабе своей. Вообще, великолепный уйтих, это упалет. Ну-ка, сейчас немножечко на хлебушек. Во, золотистый, один к одной. Как картошка фри. Ммм. Ммм. Блин. Какая же вкусная картошка. Ну, а что делаем? Когда будете жарить картошечку, мелко ее порубите кусочками, такими соломочкой. Прямо на раскаленную агонию ставим. Прямо начинает жариться на очень сильном огне. Мы ее не солим, не переворачиваем ничего. Как только она у нас вся вот так подзолотится, такая вот станет зажаристая. Вот такая вот, как она вся у нас станет. Солим, переворачиваем, еще даем ей пожариться, чтобы она золотила с другой стороны. Берем черный перец молотый, сильно-сильно-сильно прям вот крутим, прям вот крутим эту перечницу так, чтобы прям род хорел, потому что такой аромат, когда картошка у нас такая остренькая, она очень вкусная. Поэтому побольше перца, значит, на 4 картошки берем 4 зубчика чеснока. На каждую картофельку по зубчику чеснока выдавливаем его сюда, сверху. И потом петрушечки, укропчика можете понасыпать. Вообще, вот эта картошка вообще просто потрясная. Блин, цветы мешаются. Ну ладно, так я посмотрел в кадре, поприкольно смотрится. Вот такой цветочки стоят там, да, потому что женщины посмотрят там, и приятные женщины будут посмотреть, и мужикам приятные. Ну мужикам и цветы нахер нам нужны, нам вот этого побольше бы. А цветы это так просто. Тут он стакан. Мужики, на стакан смотрите. Он цветы в рыбу падают. Сейчас я салат помешаю. Салат тоже не совсем простой. Тоже есть на него рецепт, для того, чтобы салат был очень вкусный. Надо, короче, не жалеть. Не жалеть зелени. Вот этого укропа, петрушки, всего. Тобавляем много-много-много. Режем, помидоры режем. Помидоры обязательно запоминайте. Режем крупными кусками. Еще сюда главное добавляем чесночку. Балдеж! И помимо чесночка добавляем еще масло. Масло ли я берем обязательно душистое. Я говорю, реально, приготовьте, как я. Вам так понравится, что будет ваш салат, ваша картошка. И приготовьте ваша женщина. То же самое, салат, картошку. Вы прям скажите, знаете, маму позовите свою, ее там, скажите. Давай-ка попробуем, как вкуснее. Даже не говорите, кто из вас что готовил. Все по ходу разрешится. Вы увидите, что я окажусь прав. Ваша картошка, у вас салат будет намного вкуснее. Нет, женщины тоже готовят очень вкусно. Вообще, много есть блюд таких, они готовят очень вкусно. Но вот картошку жарить, пацаны могут сделать вкуснее. Ладно, значит, что я хотел. У нас же есть рыбка. Пацаны, наловил я рыбы. О, ой, какая рыба. Однако одно рыбеха. Ну, тут у нас, значит, плотва и голаврик. Я ее пережарил. Главный секрет успешной рыбы в жарке. То, что рыбу надо жарить очень сильно. Очень сильно жарите рыбу, чтобы она была хрустящая, как семечки. Как семечки. Семечки же очень вкусные. И рыба тоже очень вкусная. Будете жарить, как семечки. Будет вот такая у вас рыба. Так, пробуем. Ну, рыба, она просто единственное, что минус ее. Личной, прудовой. Она очень костлявая. Ну, мы, если не сможем ее съесть, мы ее Катюхе оставим. Кипа на утро скажу Катюха. Когда тебя рыбы нажарил перед сном. Время потратил. То-то, все-то. Катюха будет рада. Свечи от цветы. Утром рыба. Блин, что еще баме там надо для счастья, да? Ну, Костя есть. Реально, бывает же рыба душистая. Это вообще просто душище. Вот на хрена нам нужны торты эти, роллы эти. Все тут заморские блюда. Блин, вот раньше мужичок придет в избу. Баба его хлеба напечет сама с войсками. Рыбы нажарит, которые мужик поймал. Тут у них прям варенье на столе. Ну, там раньше собирали, там ходили и в леса мороженую, там малину и все прочее. Они вот сядут за стол. Ну, классно, с собой там чай, липторы. Сядут за стол. Мужик, уморившийся с работой, сядет и говорит. Уморился я баба сегодня. А баба с распостертыми объятиями. Пускай была и некрасивая баба раньше. С собой особо так не ухаживали, как сейчас современные. То есть, знаете, пафосные такие цыпы. Но раньше у бабы был свой прелесть, своя изюминка, свой шарм. Она вот сделала, вот, ручочки румяные. Там еще чем-нибудь свекло их понамуревает. И сидит она к мужу, говорит. Дорогой, любимый, там, и все прочее. Так жизнь была раньше. Она и сейчас жизнь, конечно, неплохая. Только не злазить. Хоть бывает, конечно, она неплохая. Но так она неплохая. Хорошо, что можем вот так рыбки пожарить. Можем поехать на рыбалку, половить рыбки. Насладиться природой, красотой, подышать воздухом. Потом приехать. Прийти на работу, например, своим, так, кинтам. Например, кинтам спросят у тебя. Поймал ты рыбу вчера? А ты им скажешь. Блин, да поймал, там, ведро поймал, 10 килограмм поймал. Тобо заразует. Где, как, что, куда. Ты давай, там, в голове, там, планы крутишь. Что такое, прихануть бы. Ну, такая она вот жизнь. Как бы костей как будто не было. Странно. Кстати, друзья, кто еще не подписан, подпишитесь на меня. Поставьте лайк, напишите комментарий. Каждый днем нас прибавляется все больше и больше. Мы княженцы. Мы команда. Мы сила. Направляемся вперед. Я вам покажу много премудрости. Будут и смешные видео, и не смешные, и веселые, и невеселые. И Катюху покажу, и маманчик покажу. Женщины, пожалуйста, обращаюсь сейчас чисто к вам. Не ругайте нас. Хвалите нас. Любите нас. И все вернется к вам двойным бобераноком. За вас, мои родимые. Ну, как бы все. До новых встреч. Всем пока. Пока.